Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я расскажу об автомобилях, ставших поворотными вехами в истории автомобилестроения. И благодаря этим авто мы сейчас эксплуатируем такое разнообразие машин в разных по своему функционалу кузовах. У каждого есть своя изюминка, свое предназначение. Но давайте по порядку. На заре автомобилестроения все машины были похожи друг на друга. Откуда же появились универсалы, хэтчбеки, кроссоверы? На автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представил свой G-класс. Внешность культового внедорожника осталась практически неизменной, зато поменялись характеристики. Благодаря новым технологиям масса автомобиля снизилась на 170 килограммов. Дорожный просвет увеличился до 241 миллиметра, что позволяет Гелендваген преодолевать 700 миллиметровые колеи. А электронная система G-MOD значительно расширяет его возможности на бездорожье. Созданный в 1979 году в качестве вездехода для армии Рана, Гелендваген вскоре был переориентирован на гражданский рынок и быстро начал прирастать комфортабельными опциями. В 1989 году Mercedes-Benz представила первую люксовую версию автомобиля. Таким образом, G-класс стал родоначальником сверхпопулярного сегодня класса люксери SAV. Forbes вспоминает другие транспортные средства, ставшие значимыми вехами в истории автоиндустрии. Говоря о внедорожниках, нельзя обойти вниманием отечественную Ниву. Она была разработана в 1977 году для сельских жителей СССР, как альтернатива городским Жигулям. Комфортабельный внедорожник со стильной легковой внешностью стал первой машиной такого рода, родоначальником целого класса SAV. До сих пор Lada 4x4 является самым востребованным за рубежом российским автомобилем. Удивительно, но первый в мире универсал был создан на базе роскошного британского седана. По каким-то причинам родной кузов одной из машин пришел в негодность, и его решено было заменить вместительным деревянным сарайчиком. В 1930-е годы как раз набирал популярность стиль Вуди – отделка деревом. Универсал позиционировался как автомобиль для состоятельных охотников. В него легко можно было погрузить собак, ружья и снаряжение, а также добытую дичь. Прижилось и название – Шоттинг Брейк – универсал купе. Кстати сказать, в 2015 году этот автомобиль, 1930 года, был продан на аукционе в Сосби за 181,5 тысячу долларов. Гольф-класс или нижший средний класс. Вот уже 40 лет пользуется сумасшедшим спросом, а получил он свое название в честь Volkswagen Golf – самого успешного автомобиля в истории немецкого концерна. Кузов трехгверного хэтчбека был нарисован Джарджетто Джуджара. Спустя 20 лет он удостоился награды «Автомобильный дизайнер века». Выпуск первого поколения Гольф начался в 1979 году, а последняя такая машина была собрана на заводе в ЮАР в 2009 году. Что делает оригинальный Гольф одним из самых долгоживущих автомобилей в мире? Всего было произведено свыше 25 миллионов экземпляров. Эпоха классических минивэнов подошла к концу. Их сменили большие САВ и МПВ – многоцелевые автомобили на базе универсалов. Однако еще недавно именно минивэны делали кассу на одном из крупнейших авторынков мира в США. Любопытно, что родоначальник как минивэнов, так и класса МПВ не снискал успеха ни тех, ни других. Мультипла продержался на конвейере всего 4 года. Казалось, для успеха у него было все. Отличная платформа недорогого Fiat 600, очаровательная внешность, продуманная компоновка. Ну, Мультипла неудачно опередил время, наверное. Рено 16. Французской марке удалось основать класс, со временем ставший самым популярным в мире. Рено выпустил первый хэтчбэк. Оригинальные, зачастую неоднозначные инженерные решения являются визитной карточкой французского автопрома. Эта модель, например, была асимметричной. Колесная база с левой стороны кузова на 70 мм больше, чем с правой. Впрочем, на популярности машины это не сказалось. Рено 16 заслужил титул «Европейский автомобиль 1966 года» и оставался в производстве 15 лет. Еще одна модель, чуть-чуть опередившая время. Разработанная в 1989 году, Audi Duo стала одним из первых гибридов, во многом предопределив развитие таких транспортных средств. Судите сами. Водитель мог отключить бензиновый двигатель и проехать на электротяге до 80 км при скорости 52 км в час. Вполне приемлемые показатели для города. Включение ДВС также активировало полный привод. Донором Duo была модель Quattro. На крыше автомобиля располагались солнечные батареи. Хотя несколько гибридов были переданы в таксопарки для ходовых испытаний, Audi все-таки не рискнула запускать Duo в крупную серию. Может быть и зря. В это время Toyota работала над гибридным Prius, который увидел свет в 1997 году и захватил рынок. Люксовый американский седан Buick 70 Roadmaster стал первым автомобилем серийно оснащенным автоматической коробкой передач. Значение этого трудно переоценить. Коробка передач с гидротрансформатором устанавливалась как опция на машины первых послевоенных лет. Однако вскоре стала настолько популярной, что уже с 1949 года вошла в список стандартного оборудования Roadmaster и стала предлагаться за дополнительную плату на младших моделях Buick. О машинах все. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.